Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается страха перед встречей с мужчинами, то есть автор вопроса. Боится встречаться с мужчинами, вот, значит у неё начинают трясить руки, боится сказать что-то не так и соответственно такое вот нервное состояние появляется. Плюс ко всему, автор говорит о том, что мужчины ведут себя с ней неподобавшим образом, вот, хотя она даёт по её словам, да, понять, что она не атакая, вот, но всё равно мужчины ведут себя с ней неподобавшим образом, как она говорит пошло. Ну вот. Значит, что здесь у нас с вами происходит? Ну, во-первых, вы боитесь мужчин, то есть, вот, что у них есть такой страх, у вас получается. И я бы сказал, что этот страх, он не случайен, да, то есть, у него есть, ну вот, так скажем, основания, то есть, вы боитесь чего-то. Вы чувствуется доскованный, вы очень много, получается, уделяете внимание тому, что перед вами мужчины, вот, очень много вы уделяете внимания тому, что перед вами именно мужчины, но не лично. Вот, что в данном случае можно, вот, ну, в какой-то степени говорить о том, что именно личность человека вам, ну, я бы сказал, ну, вероятно, как-то вот, ну, в меньшей, в меньшей степени, получается, интересно. Конечно, вот, конечно, возникает вопрос, с чем это связано, да, почему так, почему такой упор вы делаете именно на то, что перед вами мужчина, да, не лично. Ну, естественно, это связано с тем, что интерес, интерес, то есть, вы с мужчинами, очевидно, знакомитесь, именно, то есть, не в контексте, ну, личности, вот, ну, вам понравился, значит, мужчина, вот, как личность. А вы знакомитесь с мужчинами, именно, вот, вероятно, просто как с мужчинами, то есть, ну, просто мужчина, ну, чисто, вот, внешне, например, вам понравился, и вы, вот, уделяете, этому вниманию, вот, с чем это связано, ну, с чем это может быть связано, с чем может быть связано, вот, такая, такая позиция, такое, отношение к мужчинам. Ну, вероятно, это связано именно с дефицитом интересов, дефицитом интересов у вас. То есть, у вас есть определенный дефицит интересов, то есть, вы, вероятно, ну, как вот, не реализуетесь там, нет ощущения, например, что, допустим, вы чем-то, ну, увлекаетесь, так скажем. То есть, вот, нет ощущения, что, ну, вам, например, что-то, что-то нравится, вот, допустим, и вы, вот, в контексте вот этой, вашей увлеченности, да, в контексте вашего хобби, так сказать, пересекаетесь, значит, с человеком. То есть, вот, именно такого, конкретно, ну, наверное, нет. И это, конечно, очень сильно чувствуется, очень сильно ощущается, ну, вот, мужчинами. И они ведут себя соответствующим опытом. А почему так? Потому что у вас есть проблемы с наценкой. То есть, вы боитесь сделать что-то не так, да, боитесь сказать что-то не то и так далее. То есть, вы боитесь ошибиться, грубо говоря, грубо говоря, вы боитесь ошибиться, вот. Когда человек боится ошибиться, ну, ему как-то вот не до, эм, не до того, чтобы, вот, ну, проявлять свои интересы, да, не до того, чтобы... Проявляя себя, человек постоянно думает о том, как на него, эм, ну, посмотрят другие, как на него, ну, будут смотреть другие, что о нем подумают. И парадоксантным образом это связано именно с тем, как раз, что вы недостаточно, эм, чувствуете свой интерес. Недостаточно чувствуете вообще, ээээ, какая вы, какая вы, вы. Какая. Вот. Какой вы там, ну к примеру, можете быть, ну допустим. То есть в эти моменты очень сильную роль играет. Следующий момент, ну вот, вы говорите, что вам там может кто-то понравится и так далее. А вот скажите, пожалуйста, на что нацелена ваша симпатия? То есть что она ваша симпатия из себя представляет? Что именно вам, вот, нравится в машине, например? Что именно вы могли бы выделить? Ну, в этом. Вот вы и сами. То есть, опять же, хочется ли вам, к примеру, для человека, чтобы, допустим, что-то сделать, да? То есть вот вам, к примеру, понравился мужчина, да? И вы хотите для него что-то сделать, вам хочется что-то ему давать, вот, свое общение, свое время, вот, чем-то делиться с ним и так далее. А как у вас происходит? Вот вы говорите, что вы, там, пытались донести, ну, мужчине, да, что вы не такая. Ну, вы же понимаете, что в данном случае это, вы, как бы, уже делаете своего рода акцент на этом. То есть, вы уже делаете акцент на том, что, ну, да, я не такая, но, грубо говоря, ну, грубо говоря, ты мог обо мне подумать, что я, ну, что я такая, понимаете, да, в чем штука. То есть, это все равно идет по ссылке. Тема идет все равно об этом. И все равно это тем, что вы чуть-чуть сюда ложат, если я круг замкнулся, получается. Ну, вот, то, что я рассказал, то, что я рассказал, это связано в основном с, ну, вот, с поведенческой историей. То есть, это то, вот, как обстоят дела с вашим поведением. Это то, как обстоят дела с вашими чувствами, условно говоря. Но, есть еще более глубина со составляющая. И она связана с тем, как мне кажется, значит, какого вы представления о себе, о мужчинах, о гендерных взаимодействиях и так далее. Какие у вас установки относительно себя, как женщин, например. Какие установки относительно мужчин. Эта ссылочка очень важна, потому что имеет прямое такое отношение к тому, как вы себя ведете, к тому, как вы себя, ну, позиционируете. И если в этом у вас есть какие-то деструкции, деструкция, скорее всего, есть, то само собой, ну, вот, появляются и будут проблемы. Вот. Поэтому, мне бы очень хотелось, чтобы вы постарались на это обратить свое внимание. Ну, зачастую, зачастую. Это то, что, вот, человек берет от своих родителей, от семейной системы. И то, что он потом несет уже в взрослую жизнь. Да? А плюс еще некий такой вот свой опыт, который человек, ну, приобретает по ходу жизни. То есть, вот, тот опыт, который, вот, человек, ну, получает. И тут, конечно, вот, очень интересно, на мой взгляд, о историях, когда было бы весьма полезно вам, значит, свой опыт, вот, э, поисследовать весьма полезно было бы вам, ну, вот, Flex Newcastle, да, какой опыт у меня 작 Governor Day, inclusive World os suddenтов, вот, какой опыт у меня взаимодействия с, ну, с мужчинами. Какое бы у меня ощущение себя женщиной, например. И так далее. Вот эти все вещи, они очень важны. Ну и ваши отношения к интимной сфере тоже, конечно, очень большую и существенную роль играют. Если вы этого, допустим, стыдитесь, если у вас есть вот такой опыт, чтобы выстрелить интимную жизнь и всего, что с этим связано, например, то само собой это будет проявляться в определенном образе. То, что вы вытесняете, так или иначе, будет выращаться, будет чувствоваться. Вот. И мужчины, которые вам нравятся, они обладают определенными характеристиками, они обладают определенными качествами, и в общем и целом не просто пока не вам нравятся. Вот. То есть не так просто вы выбираете, грубо говоря, именно их. Вот. То есть это не случайно. То, что, ну на мой взгляд, нужно понимать вам. Мужины, мужчины, ну в данном случае вот, ваши партнеры. Это отражение того, что, ну того, что вы хотите. То есть это отражение вот, ну, ваших потребностей. Ни много, ни мало. И это, чем быстрее вы для себя это признаете. Вот. И быстрее научитесь об этом говорить, это выражать, тем плавнее вы будете становиться свободным. Не раскованнее, а именно свободным. Да? Это разные вещи. Будет это не нудно. Ну вот. Ну и последнее, вот о чем, наверное, хотелось бы сказать. Последнее, о чем, наверное, вот хотелось бы, пожалуй, спросить, да, это какую задачу вы, собственно, ставите перед, нам перед психологом. То есть что вы хотите изменить. Вот. То есть какой запрос у вас. Ну и последнее, это то, что вы сейчас во главу угла ставите именно знакомство с мужчинами. Это не самая лучшая история. Потому что люди всегда, ну, что называется, чувствуют, люди чувствуют, когда, ну, как бы их ставят по главу угла. Вот. Не люди должны быть во главе угла, не люди. Но вы, вы и ваша деятельность, чтобы знакомство с человеком вначале было обусловлено именно тем, чем вы занимаетесь, чтобы у вас было что-то общее. Потому что неловко при знакомствах с новыми людьми, всем, все испытывают неловкость. Это нормально. Но, все по-разному с этим обращаются. Вот. Все по-разному, очень по-разному с этим обращаются. И, конечно, конечно, вы обращаетесь, ну, с этим вот, так, как умеете. Вот. Ну, можно лучше. Можно по-другому. И, мы психологи, да, можем вас этому научить, если вы этого хотите. А я вот, пока не понял, честно говоря, чего вы хотите. То есть, вы просто спрашиваете, вот, почему так и так далее. Ну, это такая вот, в какой-то степени детская позиция, да, почему так. То есть, ну, здесь все рассматривается именно с позиции такой личной ответственности. То есть, все, что происходит, ну, вот с нами, да, все, что происходит, происходит именно, как бы, ну, благодаря, скажем так, благодаря нашим действиям. Вот. Не все от нас зависит. Ну, безусловно, не все от нас зависит. Но очень много вещей мы можем, в принципе, не контролировать, но направлять. Вот. Понимаете, да? Вы сейчас себя чувствуете очень, очень беспомощно. Вот. Ну, наверное, от счастья, потому что пытаетесь быть правильным. Ну, вас это, а, проведет, как сказать, с зависимым отношением, потому что, а, там, где, а, там, где, а, ну, там, где, а, ну, там, где есть, а, стр, а, э, стремление к правильности. Там есть и сестры в вине, такой вот он, постоянное сестры в вине, э, и, там, есть, э, постоянный страх ошибки, а, значит, э, ну, такое, вот, э, заниженное положение, э, по отношению к другому, по отношению к партнеру. На этом все. Буду благодарен за обратную связь, помню на ответ, который позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.